В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В день поисковика на Аллее Славы в Видном прошла памятная акция. Мы выходим на поля сражений и видим, что такое война. Это страшно. Сотрудники госавтоинспекции в рамках профилактического рейда напомнили жителям города о правилах поведения на проезжей части в зимний период. Если вы как-то не уверены ездить за рулем, то лучше передвигаться общественным транспортом. В Видновской школе искусств продолжаются мастер-классы проекта Юрий Башмет молодым дарованием России. В Московской области в третью субботу ноября отмечается День поисковика. Поисковики – это люди, главная цель которых – увековечить память погибших при защите Отечества. Для этого они работают в архивах и на местах былых сражений. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. На Аллее Славы, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны, собрались представители оборонно-спортивного клуба «Ратник» и военно-патриотического клуба «Застава». Поиск неизвестных захоронений павших воинов – дело чести для каждого из молодых людей. Это дань уважения тем людям, которые начали заниматься этим еще в 40-х, 50-х годах после войны, когда начинали ТПСКО движение. И это также дань уважения тем, кто отдал за нас свои жизни и защитил нашу сторону. Собравшиеся у мемориала провели торжественную церемонию. Уже второй год подряд наша Московская область отмечает День поисковика. Третья суббота, ноября. Вот поэтому мы здесь сегодня собрались, чтобы почли. Цветы возложить. В этом году поисковики нашего округа приняли участие в вахтах памяти в Новгородской и Тверской областях. И благодаря их стараниям были подняты и с почестями захоронены останки нескольких бойцов. «Мы ездим в архив, ищем документы, смотрим по картам, где происходили крупные бои, выезжаем на место и металлоискателям ищем». Любовь к родине и своей истории ребятам прививают старшие товарищи и наставники. «Мне один ветеран сказал, говорит, Ильич, ты наследник победителей, и твои дети, твои внуки наследники победителей. Ты должен принести это, и ваше поколение, будущее должно принести это все на долгие-долгие годы, чтобы не забывалось то, что было. Реально победа доставалась очень тяжело. Мы выходим на поля сражений и видим, что такое война. Это страшно». Работа поисковых отрядов Ленинского городского округа будет продолжена на территории всей страны. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. В период межсезонья погода предъявляет особые требования к автомобилистам и пешеходам. Выпадение осадков в виде мокрого снега, переходящего в дождь, образует на дорогах гололед. Сотрудники госавтоинспекции Ленинского городского округа провели профилактический рейд, в рамках которого призвали жителей муниципалитета соблюдать правила безопасности на проезжей части. После резкого снижения температуры воздуха до официального наступления зимы многие автомобилисты не успевают поменять резину и выезжают на дорогу, рискуя попасть в аварию. Как отметил начальник ОГИБДД по Ленинскому городскому округу Анатолий Баландин, на прошлой неделе после заморозков было зафиксировано 38 ДТП. Это в полтора раза больше, чем в обычный период. Я бы хотел обратить внимание всех, абсолютно всех водителей, что если вы как-то не уверены ездить за рулем, то лучше передвигаться общественным транспортом. А также водители, кто не приобул летние шины на зимние, тоже попросил бы оставаться дома. В связи с ухудшением погодных условий сотрудники госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие. В ходе рейда пешеходам вручили тематические памятки листовки и напомнили правила поведения на улице в гололед. Когда переходишь в улице, все-таки опасное место, много машин. Особенно, как говорят правильные сотрудники, в темное время нужно, чтобы было видно, и быть поаккуратнее во время перехода улицы. Кроме того, в условиях скользкой дороги важно помнить о том, что тормозной путь автомобиля увеличивается. Поэтому, прежде чем перейти в проезжую часть, нужно убедиться, что водители успевают остановиться. В связи с ухудшением погодных условий, я бы очень хотел попросить пешеходов не делать резких движений, не отвлекаться в гаджеты, в наушники, то есть быть предельно внимательным. Потому что, действительно, из-за погодных условий водитель может принять меры к торможению, к избежанию ДТП, но они будут неэффективны. Сотрудники ГИБДД также рекомендуют пешеходам использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. Хотел бы вам получить светоотражающий элемент вам, ребеночку, наклеиваться на одежду, чтобы на время сутки вы были более заметнее. Я за то, чтобы носить светоотражающие какие-то элементы, потому что водители не видят, опять же, там дождь, снег. Сейчас такое время года, межсезонье, естественно, люди в темных одеждах, их не видно. Такие профилактические рейды зимой в связи с ухудшением погодных условий сотрудники госавтоинспекции будут проводить регулярно. В Ленинском городском округе отмечается рекордный рост числа новых случаев заболевания COVID-19. По данным пресс-службы Видновской районной клинической больницы, за прошедшую неделю количество подтвержденных фактов коронавирусной инфекции в муниципалитете увеличилось на 680. Таким образом, по состоянию на 23 ноября с начала пандемии число заболевших составило 5468 человек. Сохраняется и динамика увеличения числа контактных по ковиду. В течение минувших 7 дней на коронавирусную инфекцию было обследовано более 3000 человек. За неделю в стационар инфекционного корпуса поступило 296 пациентов, из них 106 жителей Ленинского городского округа. Выписано после выздоровления более 300 человек. В отделении для пациентов с легким течением болезни на базе гостиницы профсоюзов в поселке Дубровский находится 47 человек, переведенных из ВРКБ на долечивание. Медики просят соблюдать все меры предосторожности в условиях пандемии. Это станет лучшей помощью тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусом. В Видновской школе искусств, несмотря на напряженную эпидемиологическую обстановку, продолжаются мастер-классы в рамках проекта «Юрий Башмет – молодым дарованием России». В минувшую пятницу юные музыканты смогли пообщаться с выдающимся французским пианистом Дэвидом Бисмутом и заведующим кафедрой струнных народных инструментов легендарной гнесинки Андреем Горбачевым. Подробности в нашем сюжете. Авторитетный журнал «Пианист Мэгазин» охарактеризовал его как одного из самых выдающихся французских пианистов своего поколения. Преподаватель Парижской консерватории Дэвид Бисмут проводит мастер-класс в Видновской детской школе искусств в рамках проекта «Юрий Башмет – молодым дарованием России» уже в третий раз. Дэвид Бисмут отмечает, что работать с русскими молодыми музыкантами ему нравятся, многие из них талантливы, и советы мастера они схватывают буквально на лету. По сравнению с Францией, русские ребята гораздо раньше начинают серьезно относиться к музыкальным занятиям. У них также раньше появляется и предрасположенность к музыке. Анастасия Васильева занимается музыкой всего четвертый год. За это время она уже более десяти раз становилась лауреатом всероссийских областных и международных музыкальных конкурсов. Для Насти это третий мастер-класс с Дэвидом Бисмутом, который она с нетерпением ждала. Дэвид помогает мне играть лучше произведения на конкурсах. Заметки всякие он дает на будущее, как развивать технику и так далее. А вот Эдгар Литвинов в мастер-классе с Дэвидом участвовал впервые. Говорит, было интересно и полезно. Он рассказал свой вариант, как надо работать, как играть надо, свой вариант предложил. В этот же день прошел и мастер-класс лауреата международных конкурсов и заведующего кафедрой струнных народных инструментов знаменитой гнесинки балалайщника Андрея Горбачева. Всего же пообщаться с маститыми музыкантами смогли 13 учеников из нескольких детских школ искусств Подмосковья, среди которых 7 учащихся в видновской Дэшии. Сейчас, что называется, мы наверстываем упущенное. И в этом месяце у нас проходит 5 мастер-классов по различным направлениям, умножаем их на 2 дня, то есть практически 2 недели мы каждый день проводим мастер-классы. В видновской детской школе искусств российский проект Юрий Башмет молодым дарованием России реализуется с февраля 2018 года. За два с лишним года мастер-классы по разным музыкальным дисциплинам посетили более 400 учеников. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ВиднетВ. На прошедших на днях чемпионате и первенстве России по вьетнамскому боевому искусству «Вьет Вон Дао» видновская команда «Хай Кик» завоевала 7 золотых, 9 серебряных и 2 бронзовых медали. Нашим мобильным репортером на этом мероприятии стал главный тренер команды Артур Варданян. Чемпионаты первенства России по вьет в Одао проходила во дворце спорта «Видное». Конкуренция за награды была высокая. Порядка 400 спортсменов со всей страны приняли участие в поединках. Вьетновчане уже с первых боев опозначили свои амбиции – завоевать как можно больше наград. Важно было выиграть первый бой. У нас Осипов выиграл первый бой и отбирается в одну четвертую. Поэтому все, выжидаем остальных бойцов. Чемпионаты первенства России также стали отборочными турами для европейского и мирового турниров. Одно из самых эффективных выступлений продемонстрировал видновчанин Денис Недошковский, имеющий прозвище «Русский панчер». Хороша, хороша! Часть поединка! Соревнования ввиду сложной эпидемиологической обстановки проходили без зрителей. Итоговый результат – 18 наград. 7 золотых, 9 серебряных и 2 бронзовых. Еще раз доказал высокий уровень подготовки видновских бойцов. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok